Всем привет! Это Алекс и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вашему вниманию я хочу представить вот такой вот макияж глаз, на который меня вдохновила одна из наиболее популярных моделей на данный момент. Это великобританская модель Cara Delevingne. Она очень юная, ей всего лишь 20 лет. Сегодня вот я решила воспроизвести один из ее макияжей. В основном она ходит с таким коричневым смоке. Это всегда подчеркнутая водная линия. У нее есть самая ярко выраженная скула, очень красивое скульптурное лицо, поэтому зачастую она пользуется всего лишь румяными. Я воспользовалась немножко также и бронзером, чтобы сделать такой эффект. Также сегодня для своих бровей я использовала тени, а не карандаш, чтобы брови выглядели более натуральными. Если вам интересно узнать, как я делала данный макияж, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Макияж я начну с нанесения праймера, который не только выровняет поверхность лица, сузит поры, но и поможет тональной основе ложиться ровнее. Тональную основу я буду носить плоской кистью. У кары просто идеальная кожа, поэтому я использую более плотное тональное средство, чтобы перекрыть все свои недостатки. Я также нанесу тональную основу на область вокруг глаз. И там, где необходимо более плотное покрытие, еще раз пройдусь похлопывающими движениями. Ну и в завершении нанесу консилер маленькой кисточкой на мелкие недостатки. Осталось закрепить все пудрой. Перед макияжем не забывайте увлажнять губы. Это подготовит их к дальнейшему нанесению помады. Теперь перейдем к бровям. Для данного образа я решила воспользоваться тенями, чтобы брови выглядели более натурально. Брови кары довольно прямые, поэтому я поднимаю линию брови немного вверх, не делая четкого изгиба. Широкие и густые брови, как у кары, уже не первый сезон являются актуальным треном в макияже. И вот что у меня получилось. По-моему, очень даже натурально. При помощи геля для бровей расчесываю и закрепляю волоски, поднимая их кверху, чтобы они не выбивались из новой формы. Теперь нанесу светлые тени под бровь, чтобы сделать их визуально выше. Макияж глаз я начинаю с нанесения базы под тени, чтобы он продержался как можно дольше. На все подвижное веко я буду наносить тени персикового оттенка. Светло-коричневым оттенком я прорисую складку века. А более темный оттенок я буду наносить на внешний уголок глаза. Так как это смокий айс, я наношу темный оттенок теней на нижнее веко, создавая соблазнительную дымку. Я также нанесу темный оттенок от внешнего уголка к середине подвижного века. Той же кистью, что я оформляла брови, пройдусь по нижней линии роста ресниц, чтобы придать глазам выразительность. Светлый оттенок теней я наношу на внутренние уголки глаз до середины нижнего века. И после растушую все пушистой кисточкой. Упс, я что-то пропустила. Теперь стрелки. Их я буду рисовать черным карандашом. Стрелки не должны быть яркими, поэтому я не буду сильно поднимать хвостик кверху, буду придерживаться более натуральной и изящной формы. Обязательно нанесу карандаш на вводную линию. Свою стрелку я немного растушую при помощи кисти. Это не только смягчит ее, но и сделает более ровной. Нанесу черный карандаш на вводную линию и соединю свою стрелку с нижним веком. Для тех, кому интересно еще раз посмотреть, как же я рисовала стрелку, я продемонстрирую вам это на другом глазу, немножко поближе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и теперь при помощи консилера я, как всегда, буду выравнивать тон в области под глазами. Растушевываю все пушистой кисточкой. Осталось подкрутить ресницы и нанести тушь. При помощи салфетки я уберу излишки бальзама для губ. И нанесу нюдовый карандаш, заполняя форму губ. Так как мои губы немного бледные, этот цвет придаст им натуральный оттенок. Равномерно растушевываю все кистью. Светлым карандашом прорисую верхнюю линию губ. И немного нанесу блеска на середину губ, растушевывая все пальцем для более натурального эффекта. Теперь осталось нанести румяна на скулы, и мой макияж будет завершен. Надеюсь, у меня получилось воспроизвести образ модели Кара де Левинь. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч в новых видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»